Здравствуйте, дорогие друзья, я вас всех приветствую в нашу программу Happy Hour. Счастливый час на встречу с удивительным человеком, с актрисой, режиссером, художным руководителем детского театра Bambi, заслуженной артисткой России Натальей Бондарчук. Насколько мне известно, Наталья Бондарчук единственная имеет такую выдающуюся династию, династическую историю. Она дочь двух народных артистов Сергея Федоровича Бондарчука и Инны Макаровой. Причем Сергей Бондарчук известен во всем мире, он обладатель премии «Оскар». Я много раз слышала, что Наталья говорила, что она прежде всего мама. Вот в многочисленных интервью, у нее тысячи, более тысячи интервью, она очень популярна в России. И, может быть, все это невозможно посмотреть, но я старалась посмотреть основные из них. Прочитала ее замечательную книгу, которая, собственно, и заставила меня пригласить ее к вам. Это книга о ее отце Сергея Федоровича Бондарчуке, и о ней тоже очень много здесь написано. И, кроме того, уникальность, это все coincidence, как говорят англичане, это все такое совпадение. Она также мама двух замечательных ребят, Марии и Ивана, с такими очень символичными именами. И отец этих двух ребят тоже народный артист Николай Бурляев. А в настоящее время Наталья живет и здравствует, и очень счастлива с очень интересным человеком Игорем Днестрянским, актером и оператором. Я с ним тоже познакомилась, и с Наташей Бондарчук познакомилась благодаря Сергею Новожилову, нашему партнеру творческому, по моей просьбе пригласив дорогой Наташу к нам на кинофестиваль в прошлом году, теперь уже в прошлом году. Я попрошу переводчика перевести вот это очень короткое вступление, а потом мы дадим слово Наталье Бондарчук. Hello, welcome to the happy hour. Today we are having our happy hour with the actor-director, head of a Bambi Children's Theater, Наталья Бондарчук. She, as far as I know, she is the only person coming from the long-term film dynasty. She's the daughter of Сергей Бондарчук. And in Makarova, Сергей is an Oscar, has an Oscar. Her father, she's very popular, Наталья, is very popular in Russia. And I read her book about her father, Сергей Бондарчук, where she talks a lot about him. And maybe it's a coincidence, but she, like me, she has two children, Maria and Ivan, whose father is also an important person in the Russian film. And currently, Наталья is living very happily with Igor Dostyansky, who is an actor and an operator. So having done this introduction, we will move to, we'll let Наталья speak. Thank you very much. Thank you. Любочка, я могу говорить? Да, вам слово. Дорогая Люба, прежде всего я хочу поблагодарить тебя за то, что я имею такую возможность рассказать немножко и о себе, и не только о себе, а о людях, которые я любила и люблю. Но прежде всего я хочу поблагодарить тебя вот за этот диплом, который ты мне вручила на фестивале. Ты помнишь этот момент, да? Вот. Я вообще была окружена такой любовью в 20-м году, который, в общем-то, был страшный год, да? Но семь фестивалей, и каждый раз я получила какой-то такой всплеск народной любви к моим родителям, ко мне. И вот меня украшает, например, вот этот орден святителя Николая, который в Ельске мне вручили, где проходило торжественное столетие папы. И у меня тоже сейчас находятся две книги. Это мои родители, папа и мама, народные артисты СССР. Он снимался почти 100 ролей. У мамы 50 ролей. У меня около 50 ролей. И если собрать все роли наши, то это будет четверть советского кино. Ну, я хочу показать сейчас небольшой ролик, который мне сделали на одном из фестивалей. Это было в Коголыме, который чуть-чуть раскрывает, кто я, что я, а потом мы с вами поговорим. Хорошо? Спасибо огромное. И мне пришлось на минуточку отвлечься, потому что телефон звонил, я его отключила. Майка, если ты сможешь перевести... Да. Спасибо. 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 Спасибо, Луба, for the opportunity to talk about me and the people I love and like. I showed a diploma that Luba has presented to me this year. And, of course, 2020 was a very scary year, but I felt the love at the festival. And I've always felt the love of my parents or of myself. And I have a medal that I'm wearing right now that was given to me in the city of Vyaisk to commemorate my father's 100th anniversary. I also have here two books about my dad and about my mom. Between my dad, who did 100 roles in cinema, my mom with her 50 and mine with my 50, total combined is 200 roles. And that's almost a quarter of all the Soviet roles in the Soviet films combined. And now I'm going to move and show you a small clip from a film that I think reflects a lot about my family and my dad specifically. Thank you very much. Excellent. Thank you. Спасибо большое. Сейчас мы будем надеяться, что этот клип подойдет. Он сейчас будет включен. Но пока технический директор организовывает подключение этого клипа, мы будем продолжать нашу беседу. Любочка, можно я сразу скажу, что я потомственная Герасимовка. У нас у папы, у мамы и у меня один учитель. Сергей Аполлинаревич Герасимов. Ну, это потрясающе. Майя, я попрошу тебя это тоже перевести. Это очень хорошо. Так что, во время мы ждем, что технический директор организов, мы будем продолжать нашу интервью. И Наталья сказала, что я вообще 2-го года студентом Сергея Герасимовка, который также учил мою папу и мою маму. И я еще хочу сказать, что главный фильм «Молодая гвардия», на котором встретились мои родители и поженились, это очень важная веха и в кинематографе, и в моей судьбе. Потому что у мамы я одна. А он родился в Белосинске. Белозерке, на Украине, а она в тайге, в Сибири. И они встретились только потому, чтобы я родилась. Ника, сейчас я немножечко тогда вас прерву и попрошу Артура подключить небольшой ролик, если у нас получится. Я буду спрятать вас здесь и попрошу Артура, чтобы начать этот ролик, если мы сможем сделать это. Всем добрый вечер. Любовь, пожалуйста, на скрининге разрешите всем участникам включать демонстрацию экрана, и тогда я смогу. На скрининге справа будет маленькая стрелочка. Да, вы всем разрешите, и тогда я получу право доступа к трансляции. На advanced, да, Артур? Да, на advanced. Нет, она. Multiple. All participants. Так. All participants. Хорошо. Получается? Да, супер. Сейчас я вам включу. Пока он включает, я просто хочу сказать, это happy hour, это очень расслабленная программа, поэтому, дорогие участники, чувствуйте себя абсолютно расслабленно. Знаете, как на кинофестивалях, на happy hour у них есть чай, вино, glass of wine или что-то еще. И все в такой, потому что это такая атмосфера создается, когда какой-то выдающийся человек общается с тобой на равных, и таким выдающимся человеком действительно является Наталья, и я очень благодарна за это время. У нее буквально все поминутно расписано, и ничуть не преувеличиваю, как я и сказала. Я готов. Спасибо, Наташа, еще раз, что вы сегодня с нами. Запускай, Артем. I wait. Наталья Бондарчук родилась в семье всемирно известного режиссера Сергея Бондарчука и народной артистки СССР Инны Макаровой. Кинематограф вошел в биографию актрисы еще во время учебы во ВГИКе. В 1969-м она снялась в картине своего преподавателя Сергея Герасимова «У озера». Во время выпуска во ВГИКе Наталья Бондарчук впервые увидела Андрея Тарковского. Режиссер сразу понял, что эта девушка – именно та, которую он искал для своей ленты «Солярис». Партнером девушки в этом знаменитом фильме стал Донатас Бониолис. Что ты говоришь? Я ничего не понимаю, честное слово. Не хочешь? Боишься? Ну, тогда я скажу. Я не Харри. Да Харри умерла. В 1973-м режиссер Светлана Дружинина пригласила Наталью Бондарчук в свою картину исполнения желаний и предложила стать центральным персонажем Машей Бауэр. В 1975-м Бондарчук участвовала в съемках ленты «Небо со мной». После этого была работа в картине «Звезда пленительного счастья», в которой Наталья перевоплотилась в Марию Волконскую. Эту картину сама актриса любит больше всего, а роль Волконской считает самой успешной в своей карьере. В 1980-м Наталью снова позвал Сергей Герасимов, который приступил к созданию исторических проектов «В начале славных дел» и «Юность Петра». В этих лентах Бондарчук стала царевной Софьей. Софьишка, я говорю, крестные царицы из ссылки вертаются. Так в троицу же. Монахи его как царя встречают. Наслышаны, наслышаны. Только что прискакал из-под троиц племянник мой, Петька Толстой. В 1985-м году она сняла детскую сказку «Детство Бэмби». В картине Наталья снялась и как актриса в роли Агни. Через год на экранах появилась следующая кинолента о сказочном олененке «Юность Бэмби». Наталья Сергеевна стала режиссером ряда картин исторического цикла «Мой дух к Юрзуфу прилетел», «Любовь и правда Федора Тютчева», «Пушкин в последняя дуэль», «Одна любовь души моей» и другие. Одна из последних режиссерских работ Натальи Бондарчук – фильм «Сказка тайна снежной королевы». В киноленте Бондарчук выступила и как актриса, сыграла Атаманшу. За несколько лет она выпустила целый ряд проектов, которые получили высокую оценку и зрителей, и кинокритиков. Спасибо большое, Артур. Спасибо. Мне за что, всем хорошего вечера, и до скорых встреч. Спасибо, Артур. До свидания. До встречи. Значит, вот короткая фильмография, да? И, может быть, Майя сейчас немножечко расскажет, что это было. Анатолий Бондарчук – «Сказка тайна снежной королевы» Тарковский met her and decided that she would be the perfect leading lady in his film «Соларис». Then after that, she went on to do many well-known Soviet films. Among them, for example, she was in the role of Maria Volkonskaya, who she believes she did the best job with. This is still her best role that she considered herself to have done. And then later, she also started directing, plus had a series of films about history and history-based. So that was a short synopsis of the clip that we just saw. Спасибо большое, Майя. Я хочу добавить, что вот еще у дорогого учителя я снимала с роли мадам Ренальд в «Красном и черном». Вот эта фотография. Мадам Ренальд тоже одна из моих любимейших ролей исторических. И мы ездили по всему миру с этими картинами. И Юнус Бемби, и «Красный и черный». Переведите, пожалуйста. Also, also with my teacher, I was cast in the role of Madame Rinald from «Ред and Black». It's another one of my favorite films and roles. And together with another film, «Бемби», we toured the world, essentially. And the picture that you're seeing right now, well, you were seeing right now by Natalia, that is her as Madame Rinald. И мне памятен мой фестиваль в Англии, в Лондоне. Мы были втроем. Я, Марина Тарковская, и замечательные совершенно наши актеры, которые провели фестиваль прямо в Лондоне. И был показ «Соляриса». Ко мне подходили жители Лондона, благодарили очень за картину. Мне очень памятен этот момент. I remember my festival in London, where there were three of us, myself, Тарковский, и Марина Тарковская. And we, at the festival, we screened Solaris. And I had, there were a lot of people that came up to me and were saying just how much they enjoyed the film. А вот эта фотография сделана на Каннском фестивале. Здесь сижу я, Тарковский и Сергей Гамбаров сразу же после получения Гран-при дежуре. Это знаменитая вторая премия Каннского фестиваля. And the picture that you just saw now is a picture from Канн with me, myself, Тарковский, и Сергей Гамбаров. That is right after we received the Grand Prix at Канн. It's the second most important prize at Канн. И я счастлива, что я имела отношение к Тарковскому. Потому что его фильм Solaris признан одним из лучших фильмов мира. Потому что его фильм Solaris is recognized as being one of the best films ever. So I have to say that I have been surrounded by very outstanding people from a very young age. Люба? Конечно, вы уникальны абсолютно. И несмотря на то, что мы с вами, можно сказать, подруги, у нас даже есть проект совместный, который мы будем реализовывать очень скоро. Мы над ним работаем с вами. Я все равно очень волновалась. И даже несмотря на то, что это happy hour. Потому что вы действительно, Наташа, уникальны. И я не знаю, вот та фотография, которую вы показывали, снимал Федерико Феллини для вас. Да, да, да. Это фотография особенная. Но я немножко раскрою секрет, ладно? Давайте. Вот эти фотографии. Вот. Это Федерико Феллини. Это я. Мы встречаемся в его офисе, в котором был и Андрей Алексеевич Тарковский тоже. Вот мы здесь дурачимся немножко с Феллини. Видишь, такие рожицы у нас смешные. А Андрей на нас смотрит, что мы дурачимся. Потому что Феллини был очень, очень веселый человек. Переведите, пожалуйста. Феллини был очень веселый человек. Тарковский был очень веселый человек. Как два гения встретились. Essentially, you had a unique opportunity, an occasion where two geniuses met. Феллини сказал, А я только что с Натальей смотрел твой Амаркорд. Ты тоже короткометражки не снимаешь. А мы досмотрели до конца. Но ты гений, гений. Все равно ты гений, Андрей. Ты гений, абсолютный гений. И вот эта вот связь этих двух великих людей для меня, для очень молодой девушки, была очень интересна. They each called each other geniuses. And for me, as a young woman, meeting these people, these two geniuses, was, of course, extremely important. Это навсегда. Это навсегда. It's something you, you know, you have forever with you. Я, конечно, хочу, чтобы Наташа говорила больше, поскольку у нас по договоренности, да, happy hour. Но все же я не могу не вставить здесь, когда Наталья Сергеевна говорит, два гения встретились. Я хочу здесь обязательно сказать, что Наталья Сергеевна сама тоже гений. Настоящий гений. Я не знаю, мог бы сыграть эту роль, которая потом... Я не знаю, это не только ее внешняя красота. Она настолько воплотилась, перевоплотилась в эту роль, что впоследствии, став судьбой на какое-то время Тарковского, чуть не покончила жизнь самоубийством из-за любви к человеку. То есть разве... Вот эмоциональный гений, я бы сказала. То есть вот настолько чувствовать, настолько войти в чувства, настолько понимать эту роль и в своей жизни это оставить, даже после того, как фильм как-то завершился. Мне кажется, что вот я читала вашу книгу, и я думала, вы поэт, вы очень глубокий поэт, и тоже, знаете, гений, вы не случайно попали туда, совершенно не случайно. И я читала вашу книгу. Я читала вашу книгу, я читала вашу книгу, и я бы хотел, чтобы она рассказать, как она может. Но я читала вашу книгу, но я читала вашу книгу, что-то, она так глубокий, что она была, она даже самая, она даже самая суицидная. So that, you know, to have done that and to have experienced that and then to have kept that feeling after the film, I think that makes someone, someone qualify for a genius. I also read Natalia's book and I do believe that, you know, based on the reading that you are a poet and I think that it was meant to be all these meetings for you. Thank you very much, dear Luba. Yes, it's true. This is a picture and the period that was connected with Tarkovsky. Because then I went to the picture of Solaris with 50 countries of the world. Yes, it's true. Thank you, Luba. That was a very important and significant period with Tarkovsky. And I have to say that within two, I then toured 50 countries with Solaris. Да, и даже мой отец испугался. Когда он посмотрел Solaris, он сказал, а что ты будешь играть дальше, Наташа? Потому что здесь было везение, был великолепный сценарий, оператор, гениальный режиссер и материал. Что ты будешь делать дальше? Очень логично. And then my dad, he actually even got scared after watching Solaris. He says, Наталья, but what are you going to do next? You know, is there anything that you'll be able to do next? Because here you had an amazing script, an amazing director. You know, it doesn't come around that often. And then, however, after this one, I had another role, that of Maria Volkonska, with another outstanding director, Vladimir Matyl, who was the director of a cult movie. It's called The White Sun of the Desert. Yeah, and to get such a second role, it's also a huge success. Я вот после того, как я с вами поговорю, я снова поеду в Иркутск, где жила моя героиня, где у нее дом. Она была сильная, потому что муж был декабрист, князь Волконский. Она последовала за мужем в Сибирь, и там, после того, как они были в тюрьме, она с ним была сначала, а потом на поселение, и до сих пор сохранился их дом. Через неделю буквально я снова буду в доме в Иркутске. So, yes, I was very lucky to have been cast in a second role that was as outstanding. And actually, right after this, I'm going to Иркутск, where my character, Maria Volkonska, lived, because her husband was one of the Decembrists, so he was sent off to Siberia. And she followed him, and first she was with him in prison, and then she was, both of them had to stay there to live. And so, in just a week, I will be able to visit the house that they lived in. Вообще, Волконская – это мой идеал женщины. Really, Волконская is the ideal of a woman for me. Потому что в ней главное было сострадание. Because the quality that she had in full was empathy, the ability to be compassionate. А вот. И ее подвиг человеческий, он остался в нашей культуре. And really, the feat, the thing that she did, the amazing feat that she did, has become part of our culture. Каждый раз, когда празднуется какой-то юбилей, восстание декабристов, или просто вот юбилей одной из героинь, или Волконской, или Трубецкой, мы все собираемся вместе, все актеры. А какие это были актеры? Это Ирина Купченко, народная артистка. Это Василий Ливанов, который сыграл царя, великолепно сыграл царя. Это Алексей Баталов, изумительный актер. Это Стриженов, который сыграл мужа моего в фильме. И бесчисленное количество потрясающих артистов. Кто может, пересмотрите фильм «Звезда пленительного счастья». Владимир Яковлевич Мателяр. Городная артистка. So, you know, when we come together, there is the amazing Ирина Купченко, who is the people's artist of the Soviet Union. Василий Ливанов, who played the царь in the film. Алексей Баталов, an outstanding actor. И Стриженов, an actor who played my husband in the film. В общем, я считаю, что тратить свое время нужно на самое высокое. Поэтому, когда я стала режиссером, я для России сняла фильм об Александре Сергеевичу Пушкине, Пушкин последняя дуэль, и Гоголь ближайший, о Гоголе. And I really think that, you know, if you're doing something, you should be doing something worthwhile and also something kind of more lofty and advanced. And so when I started directing, the films I did, one was about Пушкин and his last duel, and another one was about Гогол. Извините, это был один из моих вопросов. Мне было очень интересно, как из такой удачливой и гениальной актрисы вы решаете стать кинорежиссером. Что на вас повлияло все-таки? Я знаю, что у вашего отца тоже такая же судьба, и ваш half-brother, Федор Бондарчук, тоже кинорежиссер. Как так получилось, что такая востребованная актриса стала кинорежиссером? So here's my question. I know you have been very lucky in terms and very good as an actress. So what made you move into directing? What influenced that decision? I know that your father followed that path and your brother, Федор Бондарчук, as well. I actually was dreaming about directing even before I started, went and started acting. Но я счастлива, что сначала я стала актрисой, чтобы понять актерскую профессию внутри, а он уже стал режиссером. Не слышно. Майя? У меня пропала связь. Ага. Теперь слышно меня? I actually started, I actually was dreaming about directing even before I started studying acting. Да. Это реально мечты было. Это было в юности еще, в юности. Но я счастлива, но я счастлива, что сейчас я имею две профессии, даже три. Потому что третья профессия для меня не менее важна. Я сценарист еще. И ко всем своим картинам я сама написала сценарий и даже получила за фильм «Гоголь ближайший» за сценарий «Золотое перо Руси». То есть меня уже признали как писателя. «Гоголь ближайший» за сценарий «Золотое перо Руси». «Голден пен». «Голден пен». «Голден пен». Я хочу здесь опять вставить, такой комментарий. В этом году мы на нашем кинофестивале покажем несколько фильмов Наташи и очень надеемся, что эти же фильмы мы сможем показать в Лондоне. И это эксклюзивно для тех, кто сейчас подключился, то, что Наташа согласилась быть членом нашего основного жюри в этом году. И в этом году. And in an exclusive piece of news for all those who are here with us today, I am going to reveal that Natalia has accepted to be a part of our main jury this year at this year's festival в Сочи. Знаешь, Юбочка, я счастлива, я счастлива, что я буду членом жюри фестиваля. Спасибо. Потому что в прошлом году я была членом жюри вот этого фестиваля, который наш друг Сережа сделал, «Амурская осень». Кто нас познакомил, да. Да, он нас познакомил и подарил мне вот этот замечательный золотой журавлик. Я получила из его рук. И знаешь, что самое важное? На этих фестивалях я смотрю лучшие современные фильмы. А для меня это очень важно. Вот я еще один вопрос... Translate, please. Спасибо, что вы не забываете обо мне. So, yes, and this year, actually, in 2020, I was on the jury of a different festival, Сергей Новожиловский festival. It's called the Amur Fall. And I received a golden crane statue that you were seeing in my hands. And, of course, Сергей Новожилов is the CIFAT partner. But, generally, I'm very happy to be attending festivals because it's the best of what cinema offers when you go and see films at festivals. And I wanted to remind you, that it's a happy hour. I know, you all listen to Natasha, who is the day of the day. Maybe it's a surprise? I would like to comment, ask questions. But, пока you think, I want to welcome and thank you российское посольство of the Great Britain for their constant support. Сейчас они тоже присутствуют. Они стали нашими верными партнерами с прошлого года и для нас это бесконечно бесценно. Актриса Ирина Карра, Валентина Каркоран возглавляет эмигрантскую русскую национальную литературу в этой стране. Очень известный поэт Маргарита Маркова, тоже в Британии. Чарльза я представила, это витско-президент нашего кинофестиваля. Мартин Кимбер – это человек, который очень дорог нашему кинофестивалю. Мартин, are you around? Can you hear what I'm saying? Это член комитета ассоциации Сочи Челтонам. В этом году мы планировали совместную, совместных три дня в Челтонаме и очень много Мартин делает для того, чтобы мы не только в Лондоне проводили, но и в Челтонаме тоже. Потом я еще раз хочу представить Питера Ферриса. Питер, в общем, он очень известный тоже педагог по кино и кинорежиссер, и сценарист, и продюсер. Он признан одним из десяти лучших педагогов во всем мире, был награжден. Он в комитете тех, кто советует британскому правительству об образовательной политике этой страны в мире кино и музыки. Он был у нас в жюри дважды, мы близко дружим. И у Питера сегодня день рождения, поэтому мы его сейчас поздравим. Пока он ничего не понимает, но Маечка переведет. Я хочу сказать, что мы у нас есть happy hour, поэтому мы слушаем Наталья, конечно. Но есть еще возможность задать вопросы. И я также listed некоторые партнеры, которые, в которых Ирина Кара, Валентина Коркоран, who heads one of the, I think, literary clubs in England. I had a Zoom disconnected, so I'm not sure. Маргарита Маркова, a poet. Мартин Кимбер, who is the head of the Sochi-Cheltenham Sister City Association. And he does a lot to make sure the association is involved. And actually, this year, we were supposed to have three days in Cheltenham, so that we don't only have days in London, but outside of London as well. And, of course, I'll repeat myself and say that we have Peter Ferris with us here, who is a screenwriter, an actor, a teacher, has been awarded a Best Teacher Award. And he is also an advisor to the British government in things relating to educational and cultural matters. And he is also our two-time jury member. Plus, it's his birthday today, so we're going to wish Peter a happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you so much. Oh, bless you, Luba. Thank you. Thank you, Maya. That's beautiful to me. Thank you so much. Thank you. Thank you. The moment that Maya missed is that I thanked also the Russian embassy in the United Kingdom and Northern Ireland, our partner that supports us with our screenings in the United Kingdom and also with the whole program, we think Russian embassy, of course. Luba повторила ту часть, которую я пропустила, потому что у меня отключился Zoom, что важным партнером является посольство России, Великобритании, Северной. Любочка, когда мы были с Тарковским в Лондоне, то есть с Мариной Тарковским уже после ухода из жизни Тарковского, был отдельный фестиваль в Лондоне Тарковского. Все картины были показаны и были полные залы. Вот мне это потрясло, что настолько Тарковский очень популярен именно в Лондоне. И, конечно, в этом принимало участие наше посольство. Поэтому я посольство очень люблю и передаю им горячий-горячий привет. Переведите, пожалуйста. Да, Maya, это очень важно. То есть, когда Марина Тарковская и я, мы, в Лондоне, в Лондоне, в Лондоне, где они были скренированы все его фильмы, мы, вы знаете, мы с вами, с нами, что Тарковский был очень популярный фестиваль в Лондоне, и тогда тогда это было наш эмбасси, который поддерживал этот фестиваль. So I would like to, again, reiterate just how grateful I am to their support. Thank you very much. Любочка, может быть, кто-то задаст вопросы? Вот теперь как раз я буду просить, чтобы ребята уже вы что-то комментировали и задавали вопросы. Потому что это ваш час, счастливый, ваш счастливый момент. Используйте его пообщаться с великой актрисой и кинорежиссером. So we can now move into the Q&A part of our happy hour, because this really, this hour is your hour to be happy and to ask an outstanding actor, actress and director. So please take it away. Здесь в чате вопросы я переведу просто? Да. Или Ирина Карра, вы хотите зачитать сами, и я переведу? Так, Ирочка сказала, что у нее есть. Добрый день, я могу сказать. Здравствуйте все и особое здравствуйте, Наталья Сергеевна. Спасибо. Познакомиться с вами в ноябре, да, мы были в Сочи. Это совершенно незабываемый опыт. И Любе огромное спасибо за совершенно какой-то уникальный момент в моей жизни. У меня к вам вот какой вопрос, Наталья Сергеевна. Ведь вы действительно совершенно потрясающая, гениальная актриса. Я, наверное, не пропустила ни одного фильма с вами. И в каждой роли вы настолько удивительно, уникальна. И я вообще, я просто не понимаю, почему вы сейчас не снимаетесь в кино. Мой вопрос был, предлагают ли вам сейчас роли, соглашаетесь ли вы или не соглашаетесь. И почему, если не соглашаетесь. И есть ли у вас роль мечта, которую вы бы хотели сыграть. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Сейчас его переведут. Привет, Наталья Сергеевна. Мы actually had an opportunity to meet в Сочи. И это был абсолютно одинаковый момент для меня. Спасибо вам большое, Любе. Потому что я думаю, Наталья, ты у нас есть гениозная актриса. И я не потеряла ни одного роли. И поэтому мой вопрос. Почему вы остановите, почему вы остановите? А вы еще были offered роли? И если вы обращаете роли, то вы скажете, нет? И если вы не говорите, то почему вы скажете, нет? И вообще, вы имеете в виду роли для вас, что вы хотите сделать? Я не останавливалась ни на минуту в своей профессии актерской. Потому что мною был создан детский профессиональный театр Бэмби. I actually never stopped in the acting path. And because I have created a children's professional theater. It's called Bambi. The theater is 30 years old. И я каждый раз выхожу с детьми на сцену. I always come on stage with the kids. У нас были гастроли по всему миру. We toured around the world. Были в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Турции, в Греции и других странах. We have toured the U.S., France, Turkey, Greece and other countries. И я создаю фильмы для детей. So I am creating films for children. И в своей картине Тайна Снежной Королевы я играю очень интересную роль. I actually, in one of my films, The Mystery or The Secret of the Snow White, I actually play a very interesting role. Я играю бабушку Герды и Кая. I play the grandmother of Герта и Кай. Но она живет на крайнем севере. Она ненга. То есть она по национальности, она, как вам сказать, какая-то национальность, Ибер. Она хант. Хант. Есть хантыйцы. Хант. Я научилась даже управлять оленем. Скажи, это можно. Это про Герта. И моя вся группа странная. Я, конечно, нервничала, когда я садилась и сама управляла оленем. И, конечно, нервничала, когда я садилась и сама управляла оленем. And so, actually, my entire crew was very worried every time I had to manage or steer that deer. Две камеры были большие, которые сопровождали меня. I had two cameras on me. И первый раз я сама нервничала. Я склеснула холестом. Это хорей называется по-хантыйски. Хорей. И Олег побежал. So, I, you know, cracked my whip. Но когда мне поменяли животное, я этого не знала. И я его тоже холестом вот так вот чуть-чуть дотронулась. И я, again, I just, just barely touched the animal with the whip. Он как понес меня. And he started, I mean, very, very quickly. И я упала на взвещь туда. Завалилась. And so, I fell backwards. И вся моя группа закричала. So, the entire crew started yelling and screaming. Ну, ничего, я выжила. Немножко голова болела потом. I have obviously survived. It's okay. Even though, like, I did have a bit of a headache later. Понимаешь, Люба? Снимать и сниматься, это очень сложно. Can you see directing and acting? It's really difficult to do both. Вот мне сейчас безумно хотелось сниматься в своем фильме 12 месяцев. I was really eager to act in my film 12 months. Ну, я удержала себя. Удержала себя. Я не снималась. I had to say no. It was really hard to restrain myself from doing it. But I did not act in it. Но одну роль я играю постоянно. But I do always play one role. There is one role that I always play. Почти каждую неделю я снимаюсь в какой-нибудь телепрограмме. I am on some TV show almost virtually every month. Every week. Every week. Every week. Иногда twice a week. Sometimes even twice a week. Yes. И поэтому я играю с удовольствием одну роль. And so there is one role that I love playing. Наталья Бондарчук. And that role is that of Наталья Бондарчук. Это очень красиво. Это очень здорово. Я думаю, что здесь у нас вопросы еще. Вы хотите сами задать или вы хотите, чтобы Майя озвучила их? I see we have more questions. Do you want to ask them yourselves? Or do you want Майя to read them? Просто поднимите руку. Валюша Каркаран, пожалуйста. Валентина Каркаран. Она писатель, возглавляет клуб русских писателей в Великобритании. She's a writer. And she heads the Russian Writers Club of the UK. Надеюсь, включила звук, да? Мне слышно? Слышно, слышно. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Несколько лет назад, много, я не помню сколько, вы привозили фильм в Лондон и показывали его в сотрудничестве «Пушкин. Последняя дуэль». Да. Я присутствовала на показе на этом. Мне он очень понравился, поразил. Конечно, исследования, наверное, продолжаются и будут продолжаться, потому что много загадок. Это понятно. Мне интересно вот о вашем фильме, потому что версия была очень необычна. Это же проводились какие-то исследования. Наверное, доступ к каким-то, может быть, секретным документам у вас был, потому что, действительно, версия очень необычная. Ничего не поменялось у вас после этого? Вы не поменялись? Да. Я благодарю вас за этот вопрос. Во-первых, я чуть было не забыла, что мы были в Пушкин-хаус. Это замечательно. Мы там с вами и встретились. Нет, нет, извините, Наталья. Это было в Россотрудничестве я была. А, в Россотрудничестве. Но по приглашению мы были в Пушкин-хаус. Да, да, да. По приглашению. Да, это изумительные люди в Лондоне. Мы были сыном. Мы были сыном. Это было очень памятно для меня в Лондоне показать фильм. Я хочу сказать, что все мои расследования, а ведь фильм так и построен как детектив, они основаны только на документах. Переведите, пожалуйста. То есть, на самом деле, Наталья screened в Лондоне в Россотрудничестве, один из ее фильмов о Пушкин. Это называется Пушкин, the Last Duel. И, собственно, вы знаете, на дуэл, есть еще research, что происходит на дуэл. И, конечно, фильм обладает новое интерпретение и новое видение. И, конечно, вопросов, did Наталья have access to maybe some new materials or some maybe secret materials. So, Наталья said that essentially all of the films that she does, they're based on research and really and almost on investigative techniques. Essentially, you know, the film is built as an investigation would be built. Да. и очень важно, что очень важно, что пушкинистика это живая наука. What's very important is that Пушкин studies is a living area, something that still continues. Да. И каждый год прибавляется что-то новое, какие-то новые открытия, особенно по поводу заговоров против Пушкина. New discoveries are being made every year, especially as related to the things that were done against Пушкин. Я была в Калифорнии когда собрались прямые потомки Пушкина. пушкина. Я была в Калифорнии meeting с all the descendants Пушкин. И меня поразило то, что прямые потомки Пушкина подошли со слезами на глазах и сказали, у вас такая версия, которую нам рассказывали наши бабушки и дедушки. And I had some of the direct descendants come up to me and say with tears in their eyes that your version reflects what our grandparents had told us. Моя мечта сделать фильм о жизни Натальи Николаевны Ланской Пушкиной после ухода Пушкина. Потому что ее оболгали в истории. Она была удивительная женщина. Это видите, какие уникальные книги я собрала по Пушкину. Это моя любимая тема. Поэтому я надеюсь, что у кого-то может быть будет какой-то международный проект. Потому что Наталья Николаевна Пушкина мне кажется, что она уникальная женщина. Уникальная женщина. И это действительно муза Пушкина. Моя мечта сделать фильм о Наталье Пушкина, Пушкин's wife, после смерти. умерла. Потому она lied about. И я много книги о ней. И я надеюсь, что в момент будет интернешнл проект о ее. потому я думаю, что она была уникой, абсолютно отличная и уникой женщина. Вот ее выиграла в моей версии Анечка Снаткина, прекрасная актриса, а Пушкина играл Сережа Безруков в этой версии, а в версии телевизионного фильма, десятисерийного, там три Пушкина. Это Юра Тарасов, Игорь Днестрянский и Сережа Безруков. Юра Тарасов Игорь Нестрианский, и Сергей Безруков. Хорошо, давайте перейдем к следующим вопросам, потому что... Давайте посмотрим на другие вопросы. У нас Мартин Кимбер, у вас есть комментария. Мартин, would you like to say something? Да, ну, вообще, вообще, the book has been on my shelf for about five years. I have not yet read it or even started to read it. So that's one thing I will look forward to, and I hope I read it before this series is produced. Actually, there's one question I have, because as somebody who's not involved in the film world, I'm really not aware of your body of work, apart from Solaris, obviously. So just one question, really, about that. Because we are of a similar rage, and when you were making the film in the early 1970s, I, as a student, were completely obsessed with the film 2001. And I just want to ask, to what extent were you aware of that film when you were making Solaris? And also, when you were making Solaris, were you, as a team of actors, really engaged with the philosophical notions that the film was about and has been interpreted about ever since? Thank you very much for your question. And I have a question. And I have a question. Может быть, мы здесь, на земле, только для того, чтобы научиться любить. Это главная философия этого фильма. Научиться любить. Ну, спасибо большое за вопрос. Really, the philosophical part of Solaris was expressed by the main character, Donatus. И сколько бы мы не уходили в космос, туда в пространство, этот вопрос останется с человечеством главным. Чтобы научиться любить. Здесь, на земле и в космосе. And I think no matter what humankind does, whether it is here or out there in space, the main goal, the main thing that humanity will always be left with is learning how to love, both here on Earth or in space. — Замечательно. — Вы что-то еще хотите сказать, дорогая Наташа? У нас есть вопрос еще. — Не вопросы, вопросы, да. — Маргарита Маркова. — Риточка, ты хочешь сама задать вопрос или ты хочешь, чтобы Майя сразу проинтерпретировала? Маргарита — это довольно известный поэт, очень талантливый поэт, русский поэт в Великобритании. Она сегодня работает, но выскочила для того, чтобы хоть что-то захватить, потому что очень вас любит и очень хотела присутствовать. — Я, конечно, в восхищении от того, что вы делаете свой такой огромный вклад в развитие русской культуры и в сохранении того, что есть в России. Я имею в виду ваши замечательные фильмы, серия фильмов о русских писателях и поэтах. Вот у меня вопрос. Хотели бы вы сделать какой-нибудь новый фильм о каком-либо русском поэте или писателе? Потому что я недавно посмотрела «Гоголь ближайший» и «Федор Тючев». Ну, конечно, смотрела Пушкин. Вы знаете, дорогая, я уже начинала делать Лермонтова, но меня очень подвели с Лермонтовым. Очень подвели. Это был просто такой злонамеренный обман. Поэтому я задумывала триптих. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И уже Лермонтова начинала снимать. Но меня очень подвели. И это очень серьезный момент. Очень серьезный момент. Это ложный инвестор. Ложный инвестор только для того, чтобы воспользоваться моей известной фамилией. Он подписал со мной документы на производство картины. И все это закрылось. У меня вообще много проектов, которые погубило буквально... В советское время мы же не думали о деньгах. Нам были выданы деньги, мы снимали. Я была только режиссером. А теперь я вынужденный продюсер. Желание есть. Желание есть. Но нужно, чтобы были и возможности. Но, как я думаю, что мы с Любой сделаем уникальный совершенно документальный, пока документальный фильм. Но не будем его раскрывать. Не будем пока озвучивать. Но это очень важно. Чтобы делать совместные фильмы, тогда они будут более распространены по земному шару. Понимаете, да? Сейчас это особенно актуально в наши дни ковида. К каждой стране это очень важно. Да. Давайте переведем это все. Ама- Ама- Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друг кинофестиваля и мой друг. Спасибо тебе большое, Майя. Дальше я хочу поблагодарить ребят, которые здесь присутствуют. Вот Виктория, она всегда волонтер работает у нас на кинофестивале. Ирина Голдман, это практически медиапартнер. В России Мита Джоши, индийская британка, тоже медиапартнер. Она приезжала в Сочи. И, конечно, Роберт Балагов в одном лице моя правая рука, мой большой саппортер, мой старший брат. И еще раз Чарльз Стюарт, который здесь. Если у вас, ребята, есть какой-то еще вопрос или коммент, то я с удовольствием озвучу. А если нет, тогда мы заключительное слово дадим нашей любимой, прекрасной, обожаемой Наталье Сергеевне. as well as Irina Goldman, our media partner and Mita Joshi, another media partner in the UK who has also visited us in Sochi as well as with us here we have Robert Balagov and Charles Stewart and Robert is my right hand and big brother and big supporter and Charles Stewart of course who I mentioned before so if we have more questions that is good and if not I will let Natalia make some remarks in conclusion да можно я добавлю о Лондоне вот передо мной есть такой вот красивенький альбомчик где мы в Пушкин хаус встречаемся и потрясающий был просмотр в Лондоне премьера нашего фильма а настоящая премьера представляете да в Пушкинском кинотеатре около памятника Пушкина была замечательная совершенно премьера нашего фильма Пушкин последняя доля а вот здесь три портрета Пушкин Гоголь и Лермонтов я еще надеюсь что может быть когда-нибудь я сделаю фильм и о Лермонтове это мечта это мечта это мечта Лермонтова нельзя исключать I would just like to add that well I was showing you a picture from London from a beautiful album that we had about the screening at Pushkin at Pushkin the Pushkin film but actually the first time that film was screened was at the Pushkin cinema house next to the Pushkin statue and then there was a picture also of Pushkin Gogol and Лермонтов and hopefully one day I will still be able to do the film about Лермонтов and Luba said that it would be a dream and it's good to have dreams yes it have to come true thank you and of in conclusion I want to thank you the consulate of the British and the Ireland which поддерживает the project of our кино festival it's a tough work and it's very expensive but agree guys it's 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 что является сегодня самой большой медиаструктурой, самой большой медиасилой в мире. То, что происходит в мире, может быть, где-то ты не услышишь в новостях, но когда-нибудь на каком-нибудь кинофестивале обязательно эта история всплывет в кино. Вот что такое кинофестиваль. Поэтому ура кинофестивалю, спасибо всем нашим партнерам. Но я вижу, что Наташа хочет еще что-то добавить, и мы, конечно, зайдем в слово Наташе. Спасибо большое, дорогая Любочка. Я фестиваль этот полюбила всем сердцем. Надеюсь, что все будет хорошо с ним, и он будет продолжаться все время. А гостей ваших я хочу пригласить на следующие зумы. Которые я хочу провести для ваших детей. Да, это прекрасно. Вот четыре дня подряд, начиная с завтрашнего дня, прямо из телевидения, российского телевидения, потому что я не успеваю даже переехать никуда. Я буду вести зумы для детей, буду рассказывать, как мы снимаем новую сказку «12 месяцев» и кто там принимает участие. Например, Оксана Сташенко к нам подключится и так далее. То есть мне кажется, что вашим детям это будет очень интересно. А эту информацию я размещу у вас, да, Любочка? Вы пришлите мне, конечно, пресс-релиз. Я попрошу и посольство информацию распространить. Я думаю, что наши дети, русские дети Великобритании, они с удовольствием подключатся, тем более школы пока еще закрыты. Я думаю, что они обязательно подключатся. У нас до... Майка, ты переведи сначала. So, Люба, I wanted to say in conclusion and express again gratitude to the Russian embassy in the UK and Northern Ireland for their support. Festivals, any festival, is a very difficult thing to do and an expensive proposition and the embassy supports us in our endeavor. And, you know, the festival is a very important... Plays a very important role in that, you know, you might not even be able to follow everything that's going on in the world. But one way or another, film will relay and will highlight things that you don't always follow in the world. And that is the power of cinema and the importance of cinema. Я вижу, что у нас появился Илья Ерофеев. И, может быть, Илья два слова добавит. Будет очень приятно вас видеть, Илья. Это руководитель культуры и прессы посольства Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии. Да, добрый вечер всем. На самом деле я присутствовал на протяжении всей встречи, просто я еще параллельно занимался какими-то рабочими моментами и не хотелось, чтобы все видели, что я что-то подписываю, кто-то заходит в кабинет и так далее. То есть рабочий процесс сам. Но очень приятно было поприсутствовать сегодня, послушать замечательные слова, высказанные в адрес Натальи. Я сам являюсь большим поклонником творчества режиссера Тарковского и вспоминаю каждые кадры этого фильма и много раз пересматривал. И мне, естественно, лично очень приятно смотреть воочию, так скажем, иметь такую возможность послушать, присоединиться к вашей замечательной дискуссии. Безусловно, мы, как вы любо говорите, мы поддерживаем проекты ваши и будем и дальше поддерживать. У нас впереди очень много интересных и очень значимых инициатив. Безусловно, это и открытие онлайн-площадки, и трансляция фильмов очень важных. И в преддверии Дня Победы, и Дня России, и много еще будет других замечательных событий, которые мы могли приурочить кинопоказы. В целом, проведение кинофестиваля, а сейчас уже и музыкального фестиваля вместе с ним, является очень важным достижением. И развитие этой площадки не только в Сочи, но и в Лондоне, безусловно, мы будем поддерживать и дальше, и, безусловно, будем стараться помогать, в чем мы, собственно, можем вам. Поэтому желаем всяческих успехов, удачи. Спасибо вам огромное, Люк, что вы сегодня организовали такой замечательный хэппи-ауэр. Спасибо вам огромное. И спасибо вам, Наталья, что так подробно, тщательно и с такой любовью ответили на все вопросы, прокомментировали, рассказали о себе. Спасибо вам огромное, чтобы ты смогла перевести. What I meant was, he actually opened the picture. That's what I meant. Right. To come online, and thankful that he was able to turn his video on. Yes. And to talk to us. Игорь Илья Said it was really nice To be here And to listen And actually Was on the whole time But had the video off Because there was work to be done At the same time And he didn't want to intrude With us seeing how people Come in and out of his office But in any event Tarkovsky is One of Ilya's favorite films And that he loves And has watched And re-watched Many of his films And so it was A big And an amazing opportunity To be able to See Natalia Bondarchuk Who played in Tarkovsky's film Obviously The embassy Supports Supports the festival And will continue supporting it There are lots of Important initiatives ahead Including various screenings Tied to events Such as Victory Day And Russia Day And maybe some others And the UK I'm sorry The Russian embassy Is planning to continue To support the festival Which has itself Now added the music festival Which is in and of itself Is a major achievement The embassy will be Will continue supporting Events both in Sochi And in London As much as it can And wishes the festival Every bit of success Thanks Luba For the happy hour It was pleasant And thanks The embassy Thanks Natalia For such a detailed Explanation Of her experience Thank you very much And I wait Your children To join you On that program As soon as we get The press release We will continue As soon as we get The press release We will continue Natalia has invited All of the participants To four days of Zoom That she's doing On Russian TV For It's a program For children Explaining how The next project That she's doing It's called The 12 months So this film Is being made now And so The Zoom sessions Will be For children And People involved In the project Including Obviously Natalia Will be explaining To the children How this new Fairy tale Is being filmed There will be others That are involved In the project Namely Oksana Stashenko The details Will be provided To Luba And Luba Will post them On the site So Peter You might be Also interested Yes Okay Happy birthday Peter again Thank you all So much Thank you For having spent This past hour With us And every bit Of success To everyone Goodbye Goodbye Thank you 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 Продолжение следует...